Нижний Новгород Константин понял, что настоящее кино отличается от того, что показывают по телевизору. И он вплотную занялся изучением истории кино. Покупал энциклопедии, читал в библиотеках биографии известных режиссеров, пересматривал картины Романа Полански, Рене Клера и Федерико Феллини. А в прошлом году, когда случайно узнал, что администрация Нижегородской области собирается закрыть городскую фильмобазу и по сути уничтожить все старые пленки, которые показывали в кинотеатрах много лет назад, не смог остаться в стороне. Ремезов отправился на кинобазу и увидел там огромный мусорный бак, кузов от КамАЗа, доверху заполненный кинопленкой. Константин договорился с администрацией, чтобы ему отдали редкие фильмы, а взамен помог рабочим вынести с базы все ненужное. Там были советские комедии, которые, например, показали один раз в кинотеатре, а потом каждый год показывают по телевизору, поэтому пленка ужасно сохранилась. Ну, ирония судьбы, например. Были по соседству залы полностью набиты редкими документальными материалами. С панорамой Пекина, с редкими короткометражными документальными фильмами советскими, о художниках, о математиках, вообще обо всем, о науке, об искусстве. Вместе с друзьями Константин Ремезов спас почти 900 пленок. Это фильмы 50-х-90-х годов. Многие из этих картин до сих пор не были оцифрованы, так что их невозможно, например, найти в интернете. Фильм «Красные колокола» Сергея Бондарчука. Или ленты Сергея Эйзенштейна. Ремезов сам оцифровал часть коллекции, договорился с местной библиотекой, и теперь каждое воскресенье устраивает в читальном зале настоящие кинопоказы. Вход, как вы понимаете, для всех желающих бесплатный. Пока я в основном показываю художественные. И они вызывают наибольший интерес, в особенности. Мне очень нравится то, что реакция на два фильма французского режиссера Рене Клера, которые я показывал, была крайне положительной. Они понравились абсолютно всем. И это очень много для меня. Библиотека имени Фадеева, в которой Костя показывает кино, находится на окраине города. В районе Щербинки-2. Там это единственное культурное учреждение. Как призналась мне заведующая библиотекой Светлана Грушева, для многих малоимущих семей и одиноких пенсионеров, такие показы стали не только настоящим событием, но и хорошим поводом встретиться и пообщаться. Он человек небогатый, и этим заниматься он занимается, и это не просто так для красного словца. Он иногда даже пешком к нам ходит, чтобы этим заняться. У него нет денег на проезд. То есть человек заинтересован, и он действительно, как настоящий художник, он этим занимается от души и от сердца, от большого, видимо. И люди чувствуют, поэтому и тянутся, особенно дети. Мир кино денег Константину не приносит. На жизнь он зарабатывает график. В Нижнем Новгороде у него состоялись четыре персональных выставки. И потом, как считает наш герой, чтобы делать для других что-то хорошее, совсем не обязательно тратить большие суммы. Было бы желание. Я стараюсь делать все так, чтобы тратить на это как можно меньше денег. То есть я вкладываю в это свой труд, и мои друзья мне помогают. И мы стараемся все оборудование, которое у нас есть, и которого нам не хватает, доставать и ремонтировать у знакомых бесплатно, искать возможности не тратить на это много денег. Кроме этого, раз в неделю Константин проводит для детей бесплатные занятия по линейной графике. Учит ребят рисовать и раскрывает секреты мастерства. Костя же художник, причем увлеченный. И это, знаете, передается детям. Я с удивлением наблюдал, с каким интересом школьники занимаются рисованием. Мне нравятся эти занятия, я хожу с удовольствием. Просто это интересно, ты развиваешь свой талант, свои умения. Я уже умею рисовать пейзажи, и вот я буду нарисовать уже на все может. Когда я пришел в первый раз, я посмотрела, как моя сестра рисует, и мне тоже очень захотелось. С каждым уроком у меня все лучше и лучше получается. Мне очень понравилось, как Константин показывал нам, как он нарисовал носорога. Такое ощущение, что как бы на картине этот носорог выглядит, как будто он, так сказать, живой. Сейчас я только рисую и учусь, а в будущем я нарисую картину для мамы. Ну а в планах у нашего героя приобрести необходимое оборудование и организовать с детьми местный Голливуд. Придумывать сценарии и снимать короткометражные фильмы. Мне кажется, что искусство развивает, и искусство облагораживает. А кино – это, наверное, наиболее доступное искусство. И оно может повлиять на наибольшее количество людей. Здесь, на самом деле, не очень благоприятный район. И многие дети и подростки очень много времени проводят на улице. И состоят на учете в милиции. Я думаю, что сейчас у меня есть возможность как-то повлиять на это все. В следующем году Константин собирается открыть еще один кинозал. В библиотеке имени Гончарова, это в соседнем районе. Это наш будущий кинозал. Здесь, конечно, еще много работы, но мы на днях покрасим стены, завезем новые кресла, повесим черные шторы. И, можно сказать, все будет хорошо. У нас получается такая немножко шумная атмосфера, но, тем не менее, она такая радостная. Потому что библиотека вроде бы и действительно полна людьми, и какое-то действие происходит. И все это, так сказать, предвкушение того, что у нас будет еще скоро кинозал. И мы очень благодарны Константину, что вот именно вот так безвозмездно он для нас и для наших жителей отдает свое свободное время. Такой вот совершенно какой-то неземной человек, можно сказать. А сегодня же в библиотеке имени Фадеева показывают лирическую комедию 61-го года «Карьера Димы Горина». Зрители рассаживаются, гаснет свет, и на белом экране появляются долгожданные кадры. «Карьера Димы Горина» Костя, ты уникальный и очень редкий человек. Очень хорошо, что такие люди есть. Это просто здорово. Ты настоящий золотой человек. Держи меня. Спасибо.